Помните песенку из старого мультфильма, в которой рассказывается о коробке с карандашами, где можно найти всё, что угодно? А ребятам из детского сада номер три хватает одного волшебного карандаша, который раскрывает для них удивительный мир книг. Карандаш, который делаешь, то говорит. Хоть вот сюда его нажать туда сильно, и он тогда будет петь. Говорит сказки разные. Ещё есть вот такие талёчки, всё классное. Мне вот эти книжки нравятся, потому что они со звуками, с карандашом волшебным. Это задание. Да, это задание. Здесь написано «реши». Вот смотрите. В этом детском саду воспитываются особенные дети. Они воспринимают окружающий мир через прикосновения и звуки, поскольку имеют различные патологии зрения. И волшебные книги, которые ребятам уже в шестой раз дарит Саратовская ГЭС, помогают им адаптироваться. Книги интересные, увлекательные, сказки, игры. Мы хотим, чтобы вы занимались, чтобы вам книга была в помощь, и вы ещё больше и больше получали знаний. Эти книги и правда уникальные. Они выполнены специально для детей с нарушением зрения. Картинки в них рельефные, из различных материалов. Есть тактильные вставки. Цвета яркие и контрастные. Устройство «Волшебный карандаш» позволяет воспринимать информацию на слух. И даже упаковка от книг превращается в декорации для мини-спектаклей. Азбука Брайля поможет прочитать текст деткам, которые практически не видят. Этих книг не бывает в продаже. Их издают и дарят слабовидящим деткам с помощью специального благотворительного фонда «Книжки для маленьких слепых детей». Спасибо большое за такой подарок. Сейчас придём, будем тоже их ощупывать, ознакомиться с ними. Наш ребёнок вообще, как сейчас, ослепый, не видит окружающего мира. И поэтому ей будет проще ознакомиться. Можно потрогать, ощупать. Выделено все контуры. Всё, это легко будет объяснить. В предыдущие годы гидроэнергетики передавали в подарок ребятишкам с нарушением зрения комплекты книг, которые обучали их счёту и азбуке, рассказывали истории о животных и сказке народов мира. На этот раз волшебная библиотека детского сада пополнилась занимательными играми, познавательными рассказами о регионах России и, конечно, новыми сказками. «Кому-то больше сказки нравится, кто-то действительно увлекается, допустим, герб России, интересно про города разные посмотреть, а кто-то и математические, нравится с цифрами, задачки». На этот раз гидроэнергетики подарили 16 иллюстрированных комплектов книг. Их передали в детские сады номер 3 и номер 5, а также в Саратовскую специализированную школу-интернат номер 3. Отметим, что благотворительная акция «Книжки в подарок» была приурочена к Дню Доброты и прошла одновременно во всех регионах страны, где есть объекты РУСГИДРА.